Так, ну что, работать я закончила. Полина сегодня была просто такой зайкой. Дала маме поработать, да, дочь? Вообще умница была, умница. Всё. В общем, сейчас убираем листочки, прибираемся и куда идём, дочь? Куда-нибудь. Продолжаем наш сегодняшний день. Открылась прям тут совсем недалеко кафе с борщом. Я вот решила сходить посмотреть с пиццей, со сырниками, очень по приемлемой стоимости с доставкой. Вот. И мы хотим с Полиной зайти в это кафе. Оно совершенно новое, но настолько мне понравился способ рекламы, да. Ну, вообще, в принципе, как-то так всё по-милому интересно. Вот. Мы сейчас идём туда. Тут буквально прям 300 метров от моей работы. Вот. Зайдём, посмотрим, попробуем. На территории, кстати, комплекса строительного. Называется М2. Здесь очень много таких, вот знаете, классных домов. Конечно, мой беспокойный разум, естественно, когда первый раз увидел и побывал здесь, уже наметил себе цели. Вот. Ну, пока сейчас что-то я... Мне сложно, конечно, найти. В общем, встретимся уже внутри. Идёшь. Ня-ми! Ня-ми! Ну, горячо ещё, да? Да. Мам, мать, как с ним. Конечно, конечно, дочь. Я даже к тебе не сомневалась. На. Спасибо! Это всё. О! Ага, давайте. Всё, картошка есть. Скажи, больше нам не надо ничего, да? Ой, горячий. Горячий? О, на, тут. О, на, тут? На, поменьше бери вот эту и чуть-чуть ешь. Ась, влюбите, кот Павел. Ой. Меньше. Ну, давай. Ммм. Ну, как вам, мадам? Вкусно? Всё, хорошо. Всё, полина, скажи, одобрила, да? Я подаю. Я подаю. Я подаю. Я подаю. Я подаю. Давай. Вкусно? Да. Ну, всё, видишь, разбросала. Пойдём, ничего страшного. Ну, зай, убери в карман, чтобы остальное не выстепить и дома съешь, хорошо? Пойдём, моя милая. Пойдём, моя милая. Давай, не располагайся. Дома съешь, да? Угу. Мама ещё мороженого купила. Мороженого. Да. Так, вот, скажи, по одной доставай. Не надо, не надо без пакетик доставать. Сейчас опять уронишь, дай. Нет. Нет, будешь аккуратно. Да. Не терпеть, сесть-то, да? Ну, как я и говорила, стоило вот одну слезиночку проронить, и у Полины в руках уже конфета. А, дочь, да? Вот так, скажи, тут. Вот так. Вкусно как? Пошли. О, какая конфетка. Все, слезы как рукой. Так, ну что, мы уже, собственно, подходим к дому, и я думаю, что я буду завершать сегодняшнее видео. Пусть оно получится таким коротким, небольшим. Вот, и что хочу рассказать. Недавно тут тоже произошёл случай небольшой. Ситуация, которая вот, ну, нигде бы не могла, мне кажется, случиться с нами, только вот именно в Тбилиси. Многие удивляются, как я набралась храбрости, приехала, да, переехала с маленьким ребёнком. На самом деле, очень сильно компенсируется наличие маленького ребёнка в каких-то бытовых моментах, в каких-то ситуациях. Вот, зачастую, то есть Полина является не каким-то, не какой-то моей сложностью здесь, а наоборот, скорее облегчением. Например, мы пару дней назад опаздывали с ней на, ну, куда-то, в общем, в садик, я, соответственно, работу. И такая ситуация произошла, что наш автобус, мы ездим с пересадкой, буквально по две остановки, нам ехать очень близко. Но, тем не менее, наш автобус ехал перед, до садика перед автобусом, на котором мы были. И мы никак уже не успевали попасть на него с пересадкой, а следующий ждать 7 минут. И тут буквально вот на минуты идёт разница, мы уже, ну, немножко опаздываем. И я начинаю нервничать, и всё такое. И, в общем, так случилось, что на светофоре нельзя останавливать. Думала открывать двери, чтобы мы зашли. И водитель дождался на следующую остановку нас, когда мы бежали. Вся остановка пассажиров, которые стояли, ждали другие автобусы, держали там автобус. В общем, когда мы бежали в этот автобус, шли, нам поаплодировали, сказали, молодцы, потому что все видели реально, как я сначала с Полиной на руках целую остановку, очень длинную, бежала. И потом, уже когда сил у меня не было, я её поставила на асфальт и думаю, дождутся, дождутся, не дождутся. Ну, что теперь? И когда я поняла, что нас стоят, ждут, конечно же, открылось второе дыхание. Мы забежали, вбежали в автобусы. В общем, это было что-то такое потрясающее, и вот реально чисто грузинское. Вот, вот такие здесь люди, такая страна. Это очень, конечно, приятно, приятно находиться в такой обстановке. Пойдём, Зай, да? Скажи всем пока-пока. Всем пока-пока. Да. До новых встреч. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.